теперь еще раз здравствуйте для записи привет спасибо что присоединились что еще сегодня хочу предложить собственно там меня попросили регулярно просят прости медитацию чтобы наблюдать за мыслями потому что мысли тревожит очень давайте пройдем медитацию как такого свидетельствования своих мыслей и пространство скорее как наблюдение пространства мыслей что происходит с этим пространством как собственно не появляются как они движутся исчезают и очень важно что мы когда мы вот обращаем внимание на эту сферу своего бытия мы не стараемся их как-то сдерживать эти мысли наоборот позволяем всему происходить но просто остаемся свидетелями то естественно если мы стоим свидетелями всего пространства где это происходит вот ты этот мыслительный процесс то когда замечаем что мысли если мы до них не хватаемся если мы не отрисляемся с ними то они приходят как волны и уходят соответственно наша задача просто быть и стараться быть в такой позиции сбалансированной позиции когда мы одновременно достаточно расслаблены кто заземленные устойчивые уравновешенные в то же время алертная обидительная куда мы бодры дамы чувствуем чувствительное осознаем что происходит заинтересованы в том чтобы смотреть чувствовать переживать замечать окей но настраиваться мы будем все равно через выстраивание позы через такое наполнение вниманием тела потому что это такая основа который базирует вся наша практика и начнем как раз позы просто почувствуйте как она как чувствуется она сейчас насколько она устойчива насколько стабильно насколько удобно как вы можете ли вы сидеть достаточно прямой спиной чтобы быть при этом мягкими расслабленными затем когда уселись уже вот давайте мы не будем больше шевелиться особо только в крайнем случае и глядимся в пространстве как-то обратим на него внимание как тоже на фактор реальности что мы находимся в пространстве каждый из нас каком-то своем видимого и в то же время когда мы на это смотрим в это пространство смотрим мы можем как-то осознать факт что это пространство в это же время находится в нас в нашем восприятии если я вижу его значит она находится в моем видении этот парадокс которым мы живем мы одновременно переживаем себя как внутри пространство в то же время пространство это переживается нами как находящийся в нашем восприятии можем посмотреть также если есть доступ увидеть окно посмотреть туда дальше что за окном продлить это пространство продолжить туда если нет то тогда просто оглядеться по-прежнему оглядываться в пространстве комнаты как она есть когда мы встречаемся с этими объектами вот здесь в принципе это тот же самый смысл мы здесь можем обнаруживать когда мы будем наблюдать за своими мыслями вот есть объекты в этом пространстве а вот я вижу сейчас лежит у меня телефон или там большой объект диван и обогреватель апельсин разные объекты находящиеся в этом пространстве можем сейчас прямо как-то увидеть одновременность этого что есть объекты а есть пространство их окружающие и можем ли мы обращать внимание одновременно на это внимание сфокусировано на объекте но бэкграунде фоне остается пространство которое мы тоже можем осознавать хорошо и затем давайте мы закроем глаза просто позволим закрыться и обнаружим себя в чем-то другом как изменилось сейчас пространство ваше восприятие когда ушел визуальный канал что в нем в этом пространстве обозначается что становится более явным проявленным ощущение тела или звуки мысли те же или как-то это все меняется между собой может быть запахи еще у нас разные каналы восприятия могут включаться как-то переключаться внимание может с одного на другое мы можем осознавать это все вот как пространство то где возникают вот эти феномены где звуков ощущений запахов мыслей добространство нашего осознавания для осознания хорошо но теперь давайте мы пойдем тело сделаем несколько более глубоких вдохов мягких длинных выдохов и почувствуем дыхание как она течет и здесь мы тоже можем обратить внимание на это соотношение объекта как дыхание дыхание как объекта и пространство восприятия где этот объект возникает где я собственно течет дыхание опять же в пространстве нашего восприятия со следующим выдохом можем привести внимание к точкам опора к ягодицам почувствовать таз весь ягодицы промежность если там есть какие-то напряжения например часто мы обнаруживаем там где-то в области таза как раз ягодицах промежности где-то еще может быть рядышком это ощущение это просто ощущение опять мы можем обращать внимание на оба аспекта есть объект основной ощущение меняющийся но все же объект есть пространство ваше восприятие где это происходит но в фоне где-то можем просто вспоминать об этом фокусироваться на объекте но не забывать при этом в пространстве также мы можем замечать что меняется собственно с самим объектом что происходит с ощущениями в области таза что происходит с ощущением этого усаживания этой плотности контакта с сиденьем на котором с подушкой столом на котором вы сидите затем начнем подниматься вверх по позвоночнику и чувствуя как меняются ощущения в спине позвоночнике и во всем теле что происходит может быть позвоночник как-то так раскрывается немножко спина разворачивается упрямляется мы можем продлить такую линию вверх куда-то в бесконечность и позволять макушке расти по этой линии вверх очень мягко очень нежно без напряжения без какого-то лишнего усилия скорее такое именно внутреннее движение туда вверх и намерение двигаться этим можем уравновесить эти два аспекта это вытягивание вверх и снова вернуться к весу тела к чувству опоры к этому весу тела стекающему вниз протекающему сквозь тазовой кости и позвоночник как внутренняя опора тоже вот эти три аспекта мы можем собрать вместе такую структуру нашего сидения стойчиво снизу к легкость открытости верху вот это мягкое вытягивание позвоночник как внутреннюю ось если нужно можем покачаться вперед назад немножко позвоночником спиной найти центр найти это чувство такой внутренней опоры вертикальное положение и остаться с этими тремя аспектами как с единым объектом собирает вместе с той часть внизу легкость вверху и позвоночник как внутреннюю ось можем чувствовать эту структуру и опять вспомнить о том где это происходит что это фоне есть переживание пространство осознавания то затем можем пройти по телу по отдельным зонам больше наполняя их вниманием начнем с глаз почувствуем собственно сами глаза пространство за глазами вокруг глаз мышцы и мы можем чувствовать тоже это как некий процесс меняющихся ощущений как смягчаются может быть мышцы вокруг глаз постепенно спускаются и лоб межброви это зона потом можем пойти к быковым поверхностям головы к искам к ушам и от них вниз челюстям и позволить челюсти нижней челюсти повиснуть зубом рожаться ну и вот побыть немножко с этим ощущением веса челюсти также можем почувствовать язык от корня до кончика и тоже его некоторую тяжесть его мягкость затем левая половина лица и правая половина лица откуда внимание перетекает с одной половины лица на другую сам по себе тоже может менять ощущение затем все лицо целиком потом затылок шеи и плечи плечи могут потечь вниз можем почувствовать дыхание где-то в области плечи переход где плечи переходит в шею как дышится в этой зоне сейчас затем руки от плечевых суставов вниз к пальцам можем почувствовать как руки лежат спокойно можем обращать внимание на их вес температуру какие сейчас теплые прохладные какие-то еще ощущения которые меняются секунду за секунду мгновение за мгновением в руках вернемся к верхушке спины почувствуем как дышит спина самом верху это в области лопаток потом как она дышит в середине поясница как дышит поясница и затем весь поток дыхания проходящий через спину вся спина как она дышит и потом пройдем по передней линии тела также горло дыхание движущиеся через горло грудная клетка когда поднимается опускается солнечное сплетение она тоже дышит диафрагма движется вот можем как бы наполнить вниманием свой живот побыть с ним затем опять промежность ягодицы еще раз это ощущение опоры плотности контакта с поверхности на которой вы сидите и вот тазобедренных сустав вниз по ногам стопам сами стопы затем все тело как единое целое опять можем вернуться к этому переживанию пространства восприятия вот если мы сейчас тело почувствуем как пространство в котором происходит много всего вот как мы смотрели в пространство комнаты и видели какие-то объекты мебельки предметы также здесь есть пространство тела в котором возникают длятся исчезают трансформируются ощущения и внимание может обращаться как-то само то на одно ощущение то на другое естественным образом привлекаясь каким-то может быть наиболее сильным ощущением но в то же время у нас есть где-то в фоне это чувство тела как целого вот в этой форме в которой мы сидим в этой структуре у нас есть о в в в в в в в Хорошо, теперь давайте мы расширим это пространство восприятия снова через слушание. Просто начнем слушать окружающий мир, как он звучит, но при этом постараемся как будто открываться, открывать свое слушание далеко, широко, куда-то за пределы слышимого мира. Так, чтобы все звуки, отключаемый голос и прочие звуки, просто возникали как какие-то объекты внутри этого пространства. Возникают, исчезают или звучат как фон, но все равно внутри пространства. Очень хорошо. Хорошо, а теперь у нас будет задача осознавать сразу несколько сфер. Это как матрюшки вложенные в другое. У нас есть самая большая такая сфера. Это просто сфера нашего осознания, осознанности, в которой входит все что угодно. Звуки, ощущения тела. Может быть запахи, мысли, все что возникает в любой объект. Это самая широкая сфера. А внутри нее мы чуть больше сосредоточимся на сфере мышления. Именно если вы как-то сейчас представите себе то место, то пространство, где возникают мысли. Где оно локализуется? Это в большей степени где-то в голове или где-то еще. Как вы это переживаете? Где находится пространство, в котором возникают мысли. Давайте мы будем как будто бы всматриваться в это пространство очень внимательно, очень так алертно. Как кошка, следящая за норкой, откуда может выскочить мышка. При этом не напрягаясь, будучи достаточно расслабленными, спокойными. И вот когда мысль возникает, мы как-то самая кошка просто замечаем ее, как бы хватаем, но не удерживаем. Позволяем ей ускользнуть. Опять в норку. И опять остаемся с пространством, с пустым пространством. Иногда мысли будут вас все-таки захватывать, это неизбежно. То есть вы будете как бы в них погружаться. В тот момент, когда вы осознаете ее, эту мысль, вы можете даже себе сказать мысль. И снова вернуться к пространству окружающему ее, где она возникает. При этом все остальное в этом мире одновременно тоже происходит. Если в какой-то момент вы чувствуете ощущение, вы просто чувствуете ощущение. Если вы слышите звук, вы слышите звук. Но основа нашей практики – это мысли и пространство, где они возникают. Оставшееся время давайте так посидим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Потихонечку будем сейчас завершать Ну и не спеша потихонечку Можем сделать несколько более глубоких вдохов Таких именно более активных вдохов Активизирующих тело И как-то все внутреннюю энергию Хотя мы можем почувствовать еще раз опору Ягодицы там, где больше всего этой опоры Как будто бы оттолкнувшись оттуда провести внутренний импульс вверх, потянуться, подвигаться, когда хочется, как-то, может быть, себя потереть, помять где-то в каких-то участках. И потом, когда откройте глаза, то опять давайте обведем сначала пространство, встретимся с ним, пространство комнаты, где находитесь. И как сейчас оно видится, как вы встречаетесь сейчас с ним, если какое-то, может быть, немножко другое, чуть-чуть восприятие. И так же, как вы сейчас вообще в целом себя чувствуете, как вы себя осознаете. Окей, на этом все. Значит, отклики можем написать, я не знаю, там кто-то уже сделал этот пост или нет, и если нет, мы можем сделать, кто-то из нас. И до следующих встреч. Пока. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok